А из косточек получится материнский клон? Будет ли он зимостойким? Я всегда такие случаи говорю, кто-то пойдет в папу, кто-то в маму, есть еще дедушки, бабушки и так далее. Я всегда удивлялся и удивлялся, знаете, как мы же законы Менделя проходим в школе даже, не в институте, в школах. Смысл у них абсолютно отсутствует. Именно потому, что есть папа, мама, есть разные поселения. Ведь когда человек берет горох, желтый там, допустим, зеленый, ну так я уже немножко даже прикалываю, сутирую. У него должно получиться отношение маму-папу, а потом еще и строго это. А их всего зеленый, и всего желтый. И какая-то закономерность устраивается. А какая закономерность может быть у этих самых, что я вам больше подорожаю пока? Какая? Ни один человек не знает, что из них выросли. Я не знаю. А он меня спрашивает, Александр. Кого он пошел? Папа, есть самоплодные. А у самоплодных, об этом наука никогда не писала и не напишет. Самоплодные сорта самые уязвимые. Вы же видите, про вопрос зимостойки. Перед морозами прежде всего. Почему? Самоплодный сорт, это тот же инцест. Это понимаете? Это значит, что он не получает потомство. Оно всегда должно состоять из десятков, сотен, тысяч, десятков тысяч семян. И задача природы, чтобы часть из них выжила. Одни в одних условиях, другие в других. А в одном саду как вы все это в однообразии получите? Вы в одном случае получили. Пошел он, например, ну где-то, допустим, понятие доминантное, рецессивное все-таки существует. Все-таки существует, даже в садоводстве. Пускай. Вот. И они пошли, допустим, морозостойкого папу. А он, это, хреновенький по качеству плодов. А вам нужен материнский клон. Маму. А мама, допустим, роскошный, прекрасный сорт. А откуда морозостойкость, если маму пошел? Он просто замерз. Рано или поздно накапливается эта статистика такая, что Ах, из косточки не получается материнский клон. Да получается. Но только на юге. А вся Россия 90% ничем подсказать не может. Ну, горгожу себя в лекторах. Да ни хрена это. Просто сижу и это, ля-ля-ля, рассуждаю. Ну, хотя по делу рассуждаю. Что делать дальше после порастания косточек? Ну, что, ждать осени? А еще лучше рассаживать уже, аж следующей весной. Вот. Допустим, в апреле посадил, в мае пересадил. Опасно, страшно. Многие обожглись. Ждать осени? Ну, просто. Имеется в виду, если вы их высадили на постоянное место. Другие ждут, когда они прорастут все в холодильнике. Все никогда не прорастут. Тут уже идет разделение свойств. И тут идет расщепление качеств. А одни поросли. Ура! Другие условия надо, чтобы поросли. Например, солнышко. Теплая погода. Дождь, дождики. С колодца полеж не всходит. Дождик полил, всходит. Вот так вот. Пришла пора. Ну, полностью рассказывать про сертификацию я сейчас не могу. Это целый вебинар. Снова я говорю. А чем косточки по двое отличаются от привой? Не могу понять. Мне нравятся такие люди. Сперва выписать. Сперва заказать, выписать, заплатить, получить. А потом задавать вопросы. Вот, Александр, вот наш чай. Я тоже так делал. Потом начинаешь, когда кто-то... Есть люди другого типа? А, ну тогда это... А еще когда скажешь правду, что по двое и привой, чем они дальше по эволюционной лестнице? Ну, дикарь, а тут роскошный сорт, да? А кто сказал, что они друг другу при это... Приживутся? Вот. Да, по двое, как можно, дичей. Привой, как можно, культурней. Но чтобы они прижились, это надо, чтобы они были. Это же мой конек с одного сада. Лучший железон. Тут же гарантия. Это вам не эти... Самые... Которые привьют на степную вишню. Ой, на степную, даже на печаную вишню. Абрикос. На этого карлика огромный будущий абрикос. Все это дохнет. Вот. А здесь, по крайней мере, это... Шанс есть. Так что, костики под двое отличаются от привой тем, что они более морозостойкие. Их главное качество морозостойкость. А привой, он должен быть, естественно, культурный, крупный, вкусный плоды. Ради этого мы их и прививаем. А дальше начинается биологическая совместимость, несовместимость. Систичная. Подвой выдерживает. Это я вам, Александр, говорю, минус 50. Привой минус 30. Вот. А у вас минус 40. Вроде выдержал. Должен. А биологическая несовместимость, он у вас, бах, при минус 20 и сдох. Вот это вот самое, это бич. Почему крест поставил на этой схеме Мичурин. Так, при получении костей может посадить в этом году. Раз вы заказали сухие, значит, вы их, например, посадите где-нибудь перед самой зимой. То есть, можно. Но я сторонник статификации. Это значит, вам саму придется их помещать в сырой песок, держать в холодильнике. Определенный срок и так далее, и так далее. И весной уже следующее высадить. Вот это мои короткие ответы. Так, ну-ка, что тут? Нам осталось... Ой-ой-ой. А, это из Приморья. Так. А, вот тут интересно то, что у него проблемы были мыши, и он садил под бутылки. С бутылкой у него получилось лучше. Хорошая информация, поэтому я вам показываю. Так. Все-таки бутылки спасли. Ну, бездна, естественно. Спасли от мышей. Вот. Ну, в общем, поняли, да? Ну, и он прислал пару фотографий. Видите как? Я всегда поражаюсь вот этим, восхищаюсь такими фотографиями. Где-то косточка была под землей. У нас специалисты. Когда вы это поймете? Что в этой косточке, вот она раскрывается, и там находится семидоли. Оттуда пошел зародыш. Его место, граница земля-воздух. Когда вы это поймете? Это прикольное фото. Это бывший питомник Сергея. Отсюда уже мои деревья вытеснили. Но тут осталось так. Значит, одно дерево осталось, которое я посадил, да? Новый сорт яблонь испытать. А у него здесь росли эти венгерки. А венгерку это он продать не смог. Хотя это чудо из чудес, но продать не смог. И теперь мы стоим рядом. Ну, какой убрать, какой оставить? Сердце кровью обливается. Ну, как? Вы представляете, что получилось? Два суперсорта. Вот так выглядит зародышный сад. И страшная ошибка тех, кто считает, что, чтобы сад сделать культурным, надо уничтожить всю почву. Все вот это вот самое великолепие. Страшная ошибка. Дикая, невосполнимая для всего садоводства. Особенно на севере, где Дёрн играет роль первой защиты от морозов. Это Сибирь, это север. И это касается большей части Европейской России. Вспомните Ленинград с белыми ночами. Там что, климат райский, что ли? Вот это была страшная ошибка тех, кто считает, что сад должен быть под черным паром. Их работа должна быть каторга, каторга. Вот это я уже... Ну, не смотрите на эту дату. Помните, я говорю, чтобы спасти твои фотографии от воровства, я взял вот так вот. Перефотографировался кран. А почему здесь? Я еще расскажу. Ребята, новое направление должно быть. Вот это вот королевские абрикосы. Вот. Здесь сколько? 13-17 вёдер, да? Сочетать. Ну, это прямо половина урожая. А тут было 25. Год был самый урожайный. Двойная прививка. Королевский серафим. Где помельче, это серафим. Вот. А он еще, кстати, не созрел. Серафим чуть позже пойдет. Это королевский. Я все. Ну, кроме одного вот этого ведерка. Вот. Это все королевский. И вот понимаете, абрикос на абрикосе. А у меня 6 метров до воды. Тут же, до колодца, 3 метра. Вот отсюда колодец. И вот однажды я сделал еще раз прививку первую. Не смотрите на дату. Это было лет 15-20 назад. Я привил абрикос. Этот же королевский. Я специально сделал эту фотографию. Но они крупные. Здесь 50-60 грамм. Вот эти. Ну, при большом урожае это нормально. Ну, достаточно крупные. Вот. И вдруг он, оказывается, укрупнился в два раза. Надо было сохранять это все. Это же слива. Надо было продолжать эту тему. То есть еще поколение на сливе. Еще поколение на сливе. Вот. И для всех районов с торфом. Вот. Для тех, у кого до воды 2-3 метра. Меньше нельзя. Все равно. Ну, 2-3 хотя бы метра уже. Это еще миллионы гектаров под сады. Вот. Можно было бы это направление. Но она, ребят, на другой год погибла. Уже на другой год не проснулась. Да у меня мыслях тогда не было продолжать эту тему. А сейчас, ребята, давайте, давайте. Я же вам сколько слив предлагаю. Это питомники Сергея. Сделал обрезку, чтобы побеги были. Ну, это маточное дерево. Оно было метра уже под 3. Оно давало плоды. Он его изувечил так, чтобы оно снова выбросило десятки ветра. Это учебная фотография. Вот. Это все рядом. Ну, это прям питомник. Вот там же и цветут. То есть питомник местами где-то вытеснил. То есть обрезают под корень. Вот видите. А вот здесь вот абрикос. Мощный. Все. Только ради того, чтобы вот здесь вот росли абрикосы. То есть эти. Видите, саженцы, 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 саженцы. Он был вынужден уничтожить. А вот это он уничтожил в бае. Вот. Это уникальная вещь. Наверное, самая ценная в Сибири. Сочетание мороза, стойкости, вкуса, качества и крупности плодов. Он уничтожил бае. Вот. А вот так и все. Стал бы он, вот перед этим делать было нехрен. Когда этот же бае давал ветки. Так. Но только для того, чтобы вот здесь вот затеняло. И туда на пару метров, и сюда на пару метров. Выставляйте, что мы творим. Сейчас тут же услышат, приедут, скажут. Чем вам помочь? Давайте мы вам участок выделим. Он Елене Савинич, да? Либо участок. Сколько? Все бы. Мы хотели это весной все к ней перевезти. Перевезли. Ага. Вот. Ну что, все, мое время истекает. Три минуты осталось. А ну-ка, может быть, более интересно что-то есть, вам сказать. Это весь из полей. Это пропускаю, 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 пропускаю. Вот это вот Кудина, которая, Марина, которая десятки книг продала. Вот это ее снимал. Видите, сад по железу. Это ее снимала кто-то со стороны. Она учила, как садить по железу. Вот. Рекламировала заодно мои книги. Кстати, вот ее сад уже. Иркутская область. Это вам не хохры-мухры. Там труднее вывести, чем у меня. Сразу говорю. А вот это вот она рекламирует. Книги продала. Меня так никто не покупает. Я уже забыл, когда последний продал. У нее книги раскупили. Но у нее талант. А брошюры нет. Брошюры она рекламирует. Вот так вот. Ну что, почти закончил. Еще секундочка. Может быть, почти все. Соседка, кричу. Ну что же ты режешь? А положено. Все, что я убедил, это прям забор. Вот это самое бесполезное. Ученые. Знаете, что я единственное сказал? Я говорю, ну хотя бы заподлиться с этим. Не делай раны на кольцо. Оставляй еще пальцы пока. Оставляй вот так. Вот единственное, что это совет. А это я вам уже рассказывал. Просто это. Думал, успею, не успею. Вот то самое. Я пытаюсь заразить вишню. Вот. Вот так выглядят мои колновидки. Ну а потом. Все. Я успел, уложился. Первый я, наверное. Антон Валерьевич, если вы меня слышите. Давайте переходим к вопросам-ответам. А я на кухню.